Лёха Иркутский вор в законе, живущий по современным понятиям. При этом, в криминальной среде он также сумел себя неплохо реализовать. Гудына Алексей Геннадьевич родился 24 апреля 1974 года в Иркутске. Впервые перед судом предстал в 92-м. На тот момент ему едва лишь исполнилось 18 лет. Но Лёха Иркутский сумел скрыться от правосудия и даже сменить документы. В возрасте 25 лет был коронован вор в законе. Он относится к современному типу законников. У него есть семья, престижная недвижимость и неплохой стабильный доход. До момента коронации никогда не бывал в местах лишения свободы. Кстати, согласие на назначение этого титула ему дал сам влиятельный авторитет Дед Хасан. Скрывался вор в законе на протяжении 10 лет. Позже он был объявлен в федеральный розыск. Чтобы избежать наказания, он пошел на самые крайние меры. Симитировал собственную смерть, подключив при этом все возможные свои связи в структурах. И против Гудыны Алексея было прекращено дело. Но два года спустя, в 2003-м, он был замечен на похоронах у своего приятеля в Грузии. В этот момент милиция вновь заинтересовалась этой криминальной персоной. Но привлечь его к ответственности не удалось. Так как срок давности преступления на тот момент уже истек. Единственное, что грозило Лёхе Иркутскому административная ответственность. За создание фальшивых документов. И штраф в размере 10 тысяч рублей. После того, как вор в законе сымитировал собственную смерть, сотрудники правоохранительных органов стали относиться к нему с подозрением. Неоднократно он пребывал под стражей. Например, за грабежи. В 2004-м, после очередного задержания, Лёха Иркутский стал организатором голодовки. Которая проходила по всей Ленинградской области. По официальным данным, в ней приняло участие около 5 тысяч арестантов. Это была своего рода акция неповиновения. Впервые он отправился в места не столь отдалённые в 2007-м. Тогда московский суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Позже, по аналогичной статье, состоялся ещё один суд. Но срок для заключённого продлён не был. На свободу он вышел в октябре 2011-го. Очередная судимость его ждала уже в 2015-м. Когда Лёха Иркутский незаконно пересёк границу. На этот раз срок наказания для него составил всего лишь 5 месяцев. В 2016-м Алексей Гуден решил отправиться в город Ростов-на-Дону. Где планировалась воровская сходка. На которой должен был решиться вопрос о том, кто станет преемником Шакро Молодого. Лёха Иркутский неплохо подходил для этой роли. И у него были все шансы стать смотрящим. Но и в аэропорту Пулково он решил предъявить фальшивые документы. За что его тут же арестовали. Но позже выпустили с подпиской о невыезде. Суд по этому делу состоялся лишь год спустя. В зале заседания вор в законе заявил. Что в аэропорт он прибыл для того, чтобы отправиться отмечать годовщину свадьбы со своей супругой. На эту дату ему подарили поддельный документ из фамилии его жены. После отдыха он положил подарок в ящик. А когда его друзья позвали на рыбалку, то он в торопях ошибочно перепутал настоящий документ с поддельным. И по стечению обстоятельств, как раз в этот момент был задержан в аэропорту. Суд принял во внимание все смягчающие обстоятельства. И назначил ему административное наказание в виде штрафа 40 тысяч рублей. Подписка о невыезде в этот же день была снята. А совсем недавно стало известно, что МВД завершило расследование дела в отношении вора в законе Алексея Гудыны. Или Лехи Иркутского. Материалы в отношении 47-летнего ранее неоднократно судимого уроженца Амурской области были направлены для рассмотрения по существу в Новгородский областной суд.